приветствую любителей предметно-материальной истории сегодня я снова в гостях у петровича с предметами которые хотел бы отремонтировать но не все предметы подлежат ремонту большому сожалению петрович сейчас объяснит почему один из предметов это стаканчик скорее всего это что кубачи да да кубачи советский союз и у него отвалилась дно скорее всего на стаканчик наступили и дно вдавилось но теперь передаю его петровичу для комментариев можно ли сделать ну дело в том что сделать практически уже невозможно почему потому что ежели пропаивать его ну можно как бы отрихтовать подвести но при нагревании чтобы ввести сюда припой вся чернь отойдет потому что чернь сама по себе она абсолютно легкоплавкая там идет ну что там серебро медь свинец сера почему по поэтому получаются такие вещи даже не слабо продаются как вторичное сырье потому что на ломбардах не любят да при него не его берут оно не по него нельзя переплавлять если или или нужно отдавать переработку на финажные фабрики вот значит ну как просто как декоративный какой-то стаканчик для карандашиков это еще ну как бы можно сделать от стучать условно стучать вставить чтобы она просто новалась и очень сильно похоже что он такой не не петельный не для питья до у него так что ну да и потом это же будет ну и интересно или по подпаивать оловом мнение у бога будет значит делать лазерной пайкой тоже кто-то умным назовет количество тут стоимость этого стаканчика и стоимость пайки следующий предмет маленький а вот этот до рюмочка ликера до 84 пробы девятнадцатый век у него у этой рюмочки вернее откусили для обломили кусочек ну да ободка ну пойдет я не знаю вот как это вот алексей ну как это брать на лицевой поверхности поставить пробу очень часто это делается ну так в принципе можно и выровнять выровнять я вот эту вещь подпаивать то зачем подпаивать если можно обрезать ободок и завернуть новый можно ли это сделать домашних условиях но я буду делать его трюмочка и что и вообще но я бы сделал здесь вообще новый ободок этот кривой мы его не выровняем совсем никогда обрезать его и завернуть новый можно ли и как это сделать дело в том что сам этот стаканчик он делается дефолкой на на станке это чтобы делать об отдельно приспособу потом выважать это трудоемко знаешь вот полу ну часто то есть его надо отстукивать на специальной форме да да вот специальная форма да и у нее юбка такая по идее по идее это на она она на заворачивается заворачивается так то же это гладилка да гладил очка и ты уже как-то пенитов 19 век ну и что дефолка да то есть специальная заготовка которая позволяет завернуть аккуратно и ровно в домашних условиях такое сделать невозможно так я понимаю ну это очень труд затратная трудоемко потому что она не имеет смысла это 0 такое без вот этой дефолки выпрямить юбку сделать новое это тоже не вижу на геометрически должна быть очень ровно хотя не звенит вот тут резьбу делали там ну ты был уже так он и сильно помяты естественно нагревается она вся уже да это брак брак да это в заводской нет это уже брак пользование ну как его восстановление это не ну как вот если например сильно руки чешутся не 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 петрович то чешутся то вмятина это все понятно деревяшку взял вот с этим что сделать ничего нет ничего нет все понятно нет так еще один предмет уходит в лом условный третий предмет ну которым я пришел к петровичу это стаканчик это вьетнам до конец пятидесятых годов когда вьетнам очень дружил с советским союзом они поставляли подобные предметы ну алексей так тут тоже ты уже равнял его пытался да ну вот дело в том что вот эту форму геометрию тоже делали по оправке на его он состоит этот стакан из двух элементов вот этот ободочек он это отдельный элемент значит когда сам стакан они натягивали на форму очень простая работа но чтобы вернуть ее сейчас в исходное состояние на такую же форму но это все я понял то есть остальное все варианты закат солнца вручную можно сидеть и от нечего делать резиночки выстукивать 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 свинцовым карандашиком да я понял петрович и тут уже кто-то кто-то пытался так а другой вопрос а если отрезать вот этот ну вообще вот так срезать да это будет замечательный стаканчик как вариант да да но в этом уже ну вот по вот эту часть позади позади да 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 как вариант получится получится до кривизна уйдет все ну да так она тут она и кривизна то вот где начинается видишь но вот по кривизну может и обрезать да и получится стаканчик так я понимаю без оправки да 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 можно ну вот друзья видите один ну тут тоже смотри сюда а это вьетнамская девятисотка девятисотка советская стоит 875 не было другой ну да ну не знаю что будем стучать или как мне обрезать будем ну сейчас обрежем обрежем разметочку сделать вот так вот посыпай вот где вмятина по самую вмятина вот так вот они Нанимал не мелковато ли это? Что? Что ты имеешь в виду? Ты сильно не царапай её. Будем пилить. Подожди, мы же пилим по вмятинке. Вот вмятина где заканчивается? Вот она. Вот здесь у нас пройдет рез. Я отметку делаю по которой попилить. А, всё, я не пойму, что ты делаешь. А то ж мы можем и уйти в сторону. Друзья, отметку ты делаешь по самому ободку, что ли? Нет, вот. Вот видишь? Вот сколько тут получается? Три с половиной. Это ты взял самый край вот этой вмятины, да? Да, самый край. Давай попробуем, да. Или ты хочешь, чтобы чуть побольше? Ну, край вмятины, чтобы ушёл. Чтобы вмятин не было. Чтобы край ровный был. Обработать его наждаком потом и загладить и всё. Ну, да. Правильная мысль? Ну, правильно, да. Чтобы предмет вернуть к жизни, он был такой, более-менее приличный. Уже кривым никто пользоваться не будет. Правильно? Ну, пойдём, да. Так, 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 так. Ты знаешь, можно... А может, всё-таки постараться выровнять. Да ну, кривое будет, Петрович. Там ещё и ты сказал трещина. Ну, и зачем это делать? Обрезаем. Угу. Мы не выровняем без оправки. Ты правильно сказал. Я так и подумал, что надо или прокатку какую-то, или вот оправку. Прокатку. Чтоб оно одинаково. Так. Одинаково не сделаем. Вот здесь всё. А ну-ка. Эть. Вот прям точно самый-самый-самый. Самая умятина. Чапай будет пилить. Или что-то диском просто потом фрезой? Да нет, этим лобзиком. Ага. Не жалко будет, не? Что? Кривой край? Точно не жалко. Так хоть предмет... Вес. Вес уйдёт. Патронич. Кто знает, сколько он весел. А, вообще-то, да. Ну, вообще-то... Угу. Так, а дальше... Ну, это пойдёт в ремонтку, я думаю. О! О! Ну, вот этот. Теперь его чуть-чуть обработать, и всё. Да? Ну, да. Ну, да. Да. Что же тут? Заход, заход. Заход, заход. 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 Песня. Хорошо. Хорошо. Ну уже видите... друзья из кривого стаканчика за пять минут петрович сделал абсолютно шикарный стакан неудобно было для того чтобы пить но видимо вьетнамцы пьют как-то по-другому не залпом не могут сойдет из наших приняты также можно было опрокинуть в глотку сразу ну а два предмета сожалению уходят в утиль хотел бы спросить у петровича по очистке медных монет и серебряных формулу какую-нибудь химическую егор красильников интересуется повторяю вопрос какую-нибудь химическую форму так по очистке медных и серебряных монет самая самая простейшая вещь конечно быстро она не делается в обыкновенная лимонная кислота только ее не надо делать слишком концентрированным примерно пятипроцентную ну как условно чтобы ты можешь даже так на язык попробовать абсолютно безвредные и я вот у меня стоит трехлитровый баллон у там вот есть вот этой лимонной кислоты если нужно кинул и 2-3 часа может там и и день потом отдастаешь элементарно с с порошком этим для мытья посуды промыл все и серебряные и медные и серебряные и медные нулячие получаются замечательно а вот это там знаешь вот это вот фокусы там пишу что-то там алюминиевая фольга соль я пробовал офигенно получается ну получается но зачем это но уничтожается нити слой серебра получается такой белесый налет ну да после лимонки кстати тоже есть ну понимаешь там же опять таки этот хлор алюминий там немножко не знаю лично мне не нравится я понял тебя до любителя и просили показать еще твою шпионскую эпоксидку ну клей двухкомпонентный как выглядит акипокс это комментирую что-то и мы клеишь да видно ну да акипокс значит ну он у нас краснодаре продается где продал лучше расскажи как он действует действует очень хорошо правда что-то схватывается он только через часа через три так что его можно двигать что-то под добавлять убавлять на второй день нас через сутки у него уже прочность такая серьезная получается на третье сутки у него прочность такая как у настоящего камня значит тем же долго играющий да и значит когда же было так чтобы мы заполняли трещины в малахите опять-таки брали там дробленый малахитик смешивали заделали крупная была трещина потом когда заполировали отличить практически невозможно но она применяется для склеивания камня иуда и вот ежели ну те люди которые ну часто сталкиваются с каменными работами знают что вот идет продается слабые такие каменные вьетнамские ребята там все трещины 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 в камне они все заделаны смолой вот такой такого дела да да спасибо так следующий вопрос владимир губин доброго времени суток меня волнует вопрос чем можно очистить латунный или бронзовый оклад на старой кони который имеет въевшие въевшиеся застывшие следы исторической грязи сверху зелень от пасты гоя который который видимо хотели очистить ребристую поверхность оклада оклад снять невозможно он прибит гвоздями к сверху загибами на совесть нет такого не бывает что нельзя снять ребята маленькие аккуратненькие бокорезы и аккуратненько лучше потихонечку потихонечку вытащить все эти гвоздики сложить их отдельно снимаешь этот окладик и опять тот же самый вариант ложишь его пятипроцентный раствор лимонной кислоты и через сутки спокойненько с мылом щёточка зубной щёточкой все это смывается великолепно и паста гои но пасту гои нельзя применять эти для окладов там потому что ну часто же там вот эти вот узорчики наносились они там ну или чеканочка или резьбой то паста гои заглаживает и она смотрится как-то не очень серьезно поэтому просто нужно помыть если там наверное все-таки с дерева снять да и потом дерево да надо еще почему потому что ну такое большое количество приходилось делать ты снимаешь то как раз вот под латунной вот этой вот окладиком там много нехороших вещей что приходится там саму живопись защищать нужно смывать смывать желательно значит прокрывать потом галлютином за годы грязи на грязи там все но мухи там да мухи это дело такое а поэтому только снимать разбирать еще вот кстати пускай люди там смеются но самый оптимальный рецепт для снятия как как это называется засиженность ну говно мужчина говно то слюни аккуратно смывается все не спирт не берет никакая другая смывка а человеческая слюна да 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 вот лайфхак друзья чем смывать мужчина и говно да можно выпить грамм 50 водочки тогда вообще будет понимаешь слюна великолепно я не знаю там же иногда захожу в этот в твой youtube да когда у меня когда у меня время есть я иногда там отписывал ну а потом уже почему-то приходят мне вопросы на мою почту там чё ссылка есть на мой не там же когда я пишу ответ а интернет автоматом возвращает на мою почту ребята отвечают там и сесть сибири там что-то кто-то там со свердловска были потом какой екатеринбург екатеринбург пишите вопросы нам приятно а вам интересно чудо мне не жалко абсолютно вот вопрос пишут вы используете лимонную кислоту кубанская забава а причем диску а можно ли использовать другую кислоту будет ли она также очищать не друзья кубанская забава это очень дорогая лимонная кислота ее можно купить только у нас по нашим ссылкам да и продаем мы ее довольно дорого рубль одна крупинка я вот такую дурь можно в ютубе писать обманывать людей но мы таким не занимаемся мы рассказываем рецепты описанные годами испытанные столетиями дело дело в том как я почему сказал про лимонную кислоту потому что это ну самый общедоступный самый дешевый материал когда я пошел в астрономии купил и все никаких проблем значит есть еще другие органические кислоты которые тоже чистят извини желудочный сок человеческий это тоже кислота но она в основном состоит из этот как она соляная кислота хлористый водород это ж напугаю так это формулами вот у меня есть там и другие кислоты любая органическая кислота но она из всех органических кислот лимонная кислота самая дешевая и самая можно сказать безвредная для предметов да для предметов конечно смывается но химию надо учить хомченко там менделеева дмитрий иванович иначе ну вот как откроем курс по обучению реставрации антиквариата ну например тот же что-то уксус если возьмем да ну уксус но это дорого ты понимаешь чем дело ведь если вот уксус уксус тот пищевой он уже идет семипроцентный хотя вот концентрированную уксусную кислоту купить практически невозможно в советском союзе еще было да это очень на ледяная но это вот поэтому говоришь то что почему мы говорим как это сделать на коленке все очень просто взял сделал все нормально пошел купил пакетик кислоты очистил несколько килограмм серебра элементарно то я не знаю килограмм я купил лет пять назад ки была техническая лимонная кислота там вообще копейки она стоила и у меня до сих пор и тоже губанская забава и они сняты ой ну да люди же хотят лишь так чтоб такое сделать чтоб ничего не делать и чтоб потом было много денег и чтоб мне потом за это ничего не было да я ж таким все петрович так друзья мы закончили ответы на вопросы закончили реставрацию пишите я могу ответить это потом перейдем на прямой контакт пишите в комментариях вопросы а мы с петровичем либо ответим в формате видео видео такой лекции либо петрович сможет отмазать московский алексей пропал куда-то знаю ну да что тара 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 обещал приехать еще давно может дела какие алёха привет если чего заходи будешь в нашем районе заходи